всем привет наступила зима она конечно наступила уже давно но только сейчас пришли морозы пасека моя зимует вот так на улице холодно многие меня там спрашивали как зимует нуклеус и сейчас пойдем я покажу примерно как они зимуют нуклеусы 6 рамочники так зимует пасека основная крыши у меня все без утеплителя ну вернее не с утеплителем но вот например крыша которая без подкрышника без утеплителя пчелки у нас зимует вот так я зимой по ульям не заглядываю не люблю этого делать потому что в морозы тем более как сейчас лишнее движение лишнее открывание они ничего хорошего пчелкам не дают есть у него такие крыши это еще первые крыши мои с утеплителем вот с подушками кстати за подушки я чуть-чуть позже еще раз покажу сделаю маленькую рекламку подушек так что оставайтесь будет интересная реклама потому что многие ищут подушки чего их сделать как более дешевый вариант ну и вот у меня есть вот погреб был входной я его делал под сотохранилище но в этом сезоне я решил сделать поставить сюда нуклеусы свои зимовать потому что нуклеус у меня в этом году более слабенькие пошли и я все время зимую на улице но в этот раз решил занести попробовать упаду я их не закрываю так и не давайте посмотреть вот так зимуют пчелки слышно они будут есть на полу пчелки есть яд есть подморчик здесь есть подморчик вот можем посмотреть здесь вода шестерамочники вот смотрите здесь зимует у меня два отводочка по три рамочки вот видите как они зимуют здесь зимуют две матки у меня многие спрашивают и вот здесь видно да все видно вот шестерамочник которым зимуют два две матки по три по три рамочки так вот второй здесь я объединил здесь я объединил в один отводок пошел зимовать весь влага пчелки сидят аж там вон они с той стороны пчелки есть так это хорошо чуть-чуть откроем пробок ну в принципе вот так зимуют нуклеусы здесь зимуют тоже два отделения по три рамочки есть влага вот они зимуют это одно отделение это второе отделение это я показываю видео не для того чтобы выпендриться или лишний раз про рекламировать угли Дениса Фадеева а просто люди спрашивали как покажи как зимуют нуклеусы здесь объединил тут на одном здесь тоже на одном вот можно посмотреть зимуют то есть и здесь на одном вот так зимуют ульи шестерамочники ну и так у меня зимуют в деревянных ульях в принципе тут сухо пчелки загули вот здесь у меня зимуют так тут вот тут нуклеус объединенный есть влага можно было бы то есть ну как бы обычная потолочина с ДВП вот так у меня нуклеусы зимуют запасные мотки ну тут точно так же крыша подушка и вот так пчелки сидят вот это нуклеусы мои нуклеусы на стандартную рамку деревянные вот они стоят и пенопласти все пчелы загудели друзья больше не буду я тут снимать выходим отсюда нуклеусы зимуют хорошо как мы видели как мы видели шестерамочники зимуют зимуют они даже по три рамки вот такой я продых делаю потому что чуть-чуть я делал неправильно вентиляцию я сделал приточную две вентиляции вот одна и вон 2 но тут в дверях надо все равно не хватает вентиляции покрывается и не и вот друзья хочу вам показать утепленительные подушки которые я хочу прорекламировать почему я их хочу прорекламировать потому что есть у меня на канале можете посмотреть подсказках правом углу видео о подушках там я как бы шил подушки вот такого характера подушки синтепона можно посмотреть это видео и вот ко мне обратился алексей знакомый который счет эти подушки он просил ну как бы показать эти подушки чтобы люди имели информацию где можно приобрести хорошие подушки я не отказал потому что я сам пользуюсь этими подушками основная пасека у меня без подушек как я показывал но нуклеусы я применяю эти подушки подушки это синтепон и агроволокно синтепон 400 плотность и агроволокно плотность 50 они себя зарекомендовали отлично и я поэтому как бы решил не отказать парню и прорекламировать их парня зовут алексей они женой ищут вот такие подушки это его производство ищут они подушки с осени 2016 года очень много покупателей много отзывов есть на форуме форум на тачку можно найти почитать и многие люди заказывали остались довольны принципе подушки очень классные потому что агроволокно но пропускает дышит пропускает влагу и синтепон точно также он в жару не дает вот эти подушки не дают ульи ульям как бы пережариваться при этом что зимой как бы она основная функция насколько мы знаем подушек это хоть они называются утеплительные но самая первая защита это от жары то есть первое их не применение так вот вот эти подушки люди счет под заказ и любой размер какого им надо ну в данный момент и я знаю там они ищут подушки с размером 400 на 500 миллиметров 500 на 500 миллиметров ну а так принципе можно заказать разные подушки кому интересно будет координаты контакта алексей я оставлю в описании под видео можно будет позвонить узнать заказать цены как по мне у него довольно приемлемые рекомендую не потому что эта реклама за не за никто не за рекламу и так дальше денег не платил я согласился эти про подушки прорекламировать только из-за того что они классные я их сам пробовал пользуюсь сам шил такие подушки очень качественно и очень удобно и пчелки хорошо в них себя чувствует так что рекомендую друзья и кстати я решил вот когда алексей не просил прорекомировать показать эти подушки я решил я алексею сказал что ты мне пришли подушки свои именно такие как ты шьешь я на них посмотрю покажу людям их и вот эту пачечку друзья я кому-то из вас подарю кому-то когда будет у меня розыгрыш как ну какой-то розыгрыш подарков для подписчиков я выставлю и вот эти подушки для розыгрыша так что это я решил сделать как бы полезно не только для алексея прорекламировать его подушки ну и для вас чтобы кто-то эти подушки получил и попробовал какие они есть так что не воспринимайте это за рекламу это просто донесение информации потому что многие ищут где купить подушки где и заказать как бы всего их можно пошить чего их можно сделать и вот это один из тех вариантов которые недорогие на недорогой качественный и удобный вариант так что друзья обращайтесь если что если кому надо к алексею контакты и будут в описании ну в принципе в принципе и все ну клеус и показал как зимует как под но какие подушки у нас он я применяю какие подушки у нас шлющие люди в принципе все показал все ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался на мой канал удачной всем зимовки ну и всего хорошего с вами был Иван Фабро до новых встреч пока